Ну, наверное, как многие знают, на первом форуме DLP Plus в прошлом году мы тему аутсорсинга уже затронули. Мы, собственно, на этом же треке, наверное, примерно в это же время о нем разговаривали, обсуждали его право на жизнь аутсорсинга, возможности, форматы, которые вообще, в принципе, применимы, которые существуют, обсуждали точки зрения на этот вопрос. И, наверное, нам хотелось бы продолжить. Почему продолжить? Продолжить мы планировали в любом случае в этом году, потому что тема, она никуда не девается. Хоть считается где-то запретной, где-то секретной, об этом предпочитают не говорить и краснеют, когда начинают говорить, но, тем не менее, она всегда остается актуальной. Но по всем известные события тоже внесли, как известно, коррективы. И есть определенная динамика, так скажем, есть определенные изменения, которые в обществе, в принципе, в обществе по защите информации, в области информационной безопасности произошли. И мы тоже бы хотели обсудить с этой точки зрения, поговорить, а что поменялось, как поменялось отношение к аутсорсингу, какими синонимами его можно заменить, чтобы это не вызывало, наверное, где-то диссонанса какого-то, дисбаланса, и об этом можно было справедливо говорить. С коллегами мы бы хотели сегодня обсудить эти вопросы. Коллеги у нас в трек подобрались те, которые именно имеют, так скажем, опыт, имеют мнение по этому вопросу, и очень будем рады тоже сегодня их послушать. Я, наверное, коллег тогда представлю по очереди. Владимир Ульянов, человек авторитетный, безусловно, представляет компанию Zikurion. Как сегодня на самой первой сессии я сама вспоминала о том, что компания Zikurion много лет производит и очень успешно продукт как раз класса DLP, имеет колоссальный опыт, так скажем, большой стек заказчиков, эксплуатирующих DLP-систему, и, наверное, как никто знает о том, что можно вообще, в принципе, говорить о применимых DLP и имеет ли право на существование аутсорсинг DLP как таковой. Иван Микрюков, я думаю, что будет интересно вам с ним познакомиться. Это руководитель нашего отдела сервиса, компании Ростелеком Солар, и у него свой очень, скажем, нетривиальный взгляд на сервис, который полностью совпадает с моим, что, безусловно, приятно, и очень интересную концепцию. Мы тоже немножко, наверное, про нее расскажем, которую мы хотим реализовать в нашей компании в Соларе. И, так скажем, уже начали реализовывать. Что мы, собственно, для этого сделали или планируем сделать? Денис Савельев, компания SOTFU. Расшифровывать не буду, боюсь слова местами поменять. Служба обеспечения деятельности финансово-уполномоченного, безусловно. Компания очень интересная. Я надеюсь, Денис тоже, если сможет, нам расскажет, поделится своим впечатлением от аутсорсинга, вообще отношением к нему, и, может быть, немножко каких-то интересных мыслей на эту тему озвучит, и это будет какой-нибудь лайфхак, например. Руслан Ложкин, Абсолютбанк. Я думаю, что тоже нам обозначит свою позицию, как минимум, потому что с DLP-системой работает, DLP-систему внедряет в том числе, и, наверное, тоже какой-то взгляд на такой вопрос у него есть. Ну, Александра Клевцова знают все, он вот не успевает между треками перемещаться у нас, но не позвать его было бы стыдно. Это, собственно говоря, я называю за спиной духовный лидер, вдохновитель, руководитель направления InfoWatch Traffic Monitor, компании InfoWatch, флагманского продукта. Ну, компанию InfoWatch тоже представлять, наверное, долго смысла нет. Все знают о том, что это один из лидеров, производителей DLP-систем с огромным тоже колоссальным опытом и, так скажем, базы клиентов, которые на протяжении многих лет эксплуатируют систему, и тоже есть наработанная определенная позиция по вопросу. Илья Шабанов, мой самодератор. Ну, компанию Antimalvario представлять смысла нет, это ведущий ресурс абсолютно, по крайней мере, все, что я читаю по безопасности, когда есть время, я читаю только оттуда, потому что я понимаю, что там написано правда. Я абсолютно точно доверяю достоверности этого ресурса. Илью знаю много лет, и, так скажем, те изменения, которые сейчас в обществе и в сфере безопасности происходят, я думаю, что Илья как раз о них знает, общаясь тоже с широким кругом и заказчиков, и вендоров, и интеграторов, и расскажет нам свою позицию, где-то с нами, может быть, не согласится, мы с ним не согласимся. В общем, надеемся, что будет очень интересно в этом плане. Добрый день, коллеги. Для упрощения, наверное, для удобства, мы просто вынесли тезисы сегодняшнего обсуждения, ту канву, которую бы хотелось поддержать в процессе разговора, и вот накидали те тезисы, в рамках которых мы будем стараться держаться, но мы все тоже люди практические, поэтому мы можем, наверное, выбиваться где-то за вопросы, можем где-то на них ответить не так, как хотелось бы услышать, но надеемся, что дискуссия будет хорошая. И давайте прямо вот сразу и начнем, продолжим, точнее, ту подводку, которую я уже сделала, что поменялось для аутсорсинга в целом. Аутсорсинг, я бы сказала, в сфере информационной безопасности как таковой, и в частности для аутсорсинга с точки зрения защиты от внутренних угроз. То есть, проще говоря, аутсорсинг DLP-систем, тот самый, о котором раньше действительно говорили мало, старались не говорить, и говорили как-то шепотом на ушко друг к другу. Вот что в этом плане поменялось? Наверное, мне хотелось бы, чтобы Илья как раз, наверное, начал эту тему раскрывать, и затем уже мы с коллегами тоже подключимся, и постараемся свое мнение по этому вопросу тоже до вас донести. И в конце, конечно, мы тоже хотели бы услышать от вас какое-то мнение по этому поводу, и, возможно, какие-то вопросы. Да, давайте, коллеги, я начну. Ну вот я помню, что рынок DLP, наверное, с времен его становления, активно с 2008 года, и уже, в принципе, тогда начинались разговоры о том, что не отдать ли эти функции как-то на аутсорсинг, в 2011-2012 годах, это уж точно, да, эта тема, она была на повестке, об этом, что говорили, но с моей точки зрения, тогда она отметалась как-то сразу, да, то есть и категорично все, кто занимался безопасностью, говорили аутсорсинг КБ, ну как бы нет, а аутсорсинг ДЛП, ну как бы вообще нет, да. И вот за 10 лет, да, за последние у меня сложилось ощущение такое, что ничего кардинально не поменялось, то есть что эта тема вот именно по аутсорсингу, именно ДЛП, она как не была особо востребована, так она и сейчас пребывает в каком-то, ну таком загоне для самых, так скажем, пионеров, да, что рынка, те, кто на что стрельбе прогресса, или кому может быть там особо нечего терять, да, я здесь побуду в такой, что в роли скептика, да, потому что я не представляю там ни что вендоры, не, что интеграторы не продаю ничего, да, это просто мой взгляд такой, да. И вот коллеги, как раз от вас и хотелось бы услышать, насколько реально все-таки тема аутсорсинга, ДЛП, защиты от утечек на данный момент, она все-таки пошла и востребована, что может быть мой тезис, он неправильный, да, и на самом деле уже сейчас это стало востребованным. Володь, давай, может быть, ты, да. Да, давайте передадим. Я кратенько, опять же, да, по этой теме, смотрите, дело в том, что на вопрос Анны, что поменялось, наверное, ничего по большому счету не поменялось. Действительно, если говорили шепотом, то теперь мы вот прямо сейчас, да, со сцены в микрофон громко говорим, но кардинально, а что поменялось-то, это ничего. И если мы про какую-то вещь начали говорить, это не значит, что она произошла. К примеру, там, если ты голодный, можно сколько угодно говорить про еду, но ты не станешь сытым. Поэтому та же самая история и с аутсорсингом, DLP-систем, информационной безопасности в целом. Ну что поменяется? Да ничего не поменяется. Ну, по крайней мере, сейчас я не вижу каких-то таких подвижек и, наверное, интереса со стороны заказчиков. Да, у нас вот есть в повестке вопросы про вот этот интерес заказчиков, но я как бы в целом его не вижу. Поэтому я не могу себя адептом назвать темой аутсорсинга и с точки зрения вендора не вижу на самом деле какого-то большой перспективы большого рынка. Мы можем искусственно вот это покачивать. Как мы, вот Илья вспоминал, что рынок становился, да, в 2008 году, наверное, даже чуть раньше. Мы пытались раскачивать эту лодку, действительно, сами все вместе и раскачали. Может быть, с аутсорсингом так получится, но пока я не вижу вот этого потенциала и интереса в глазах заказчиков. Александр, можете согласиться, или есть противоположная позиция, как у вендора? Да, вендоры сначала, да. Значит, смотрите, я вот, пожалуй, с предыдущим оратором не совсем соглашусь. Тут какое дело? Когда-то и аутсорсинг почты, допустим, рассматривался как нечто, какая-то диковинка, да, когда весь почтовый архив где-то будет в облаке болтаться. Сейчас состоявшаяся реальность, да, многие даже финансовые организации, которые в своей почтовой переписке как бы проворачивают эту чувствительную информацию, дают в облако, снижают издержки, да, на эксплуатацию инфраструктуры, передают в облако коммуникации, там, мессенджеров и так далее. И вот Анна не даст соврать, что есть опыт и когда DLP передают на сторону. Вопрос в другом, что, на мой взгляд, сейчас мы стали чуть ближе к аутсорсингу, потому что DLP и весь этот, собственно, класс решений, кто борется с внутренними угрозами, он от такой, знаете, от истории энтузиастов таких, да, когда только это все внедрялось, рынок только создавался, перешел в нечто такую обязательную вещь, которая эксплуатируется массово в компаниях. Да, то есть вот я говорил до этого, до этой дискуссии, что, например, два года назад во время обсуждения операционных рисков бизнес говорил, что нет такого риска информационной безопасности. Сейчас говорят, что это часть операционных рисков. А раз бизнес осознает, что это часть операционных рисков, значит, понимает, что есть такая задача. А если есть такая задача, есть понимание, что на нее тратятся ресурсы, рано или поздно возникнет вопрос, а как мы можем сократить или оптимизировать эти ресурсы? Или как мы сможем масштабировать такую деятельность, как, не знаю, противодействие внутренним угрозам? Если вот кратко, то так. Можно, конечно, в детали углубиться. Ну, заказчики-то, на твой взгляд, есть для аутсорсинга? Ну вот, я обладаю некоторой информацией, я говорю, что есть. На текущий момент есть заказчики, даже мы о них знаем, и вот мы с Анной обсуждали кейсы, конечно, обезличенные, само собой, когда прорабатывались в том, все вопросы ко мне, к нашей компании, как к вендору, да, есть такой пул заказчик, который даже очень чувствительную информацию отдает на аутсорсинг. Я подчеркиваю, чувствительную информацию, потому что здесь дело не эксплуатации системы, а, мне кажется, вопрос, насколько готов заказчик отдавать какую-то важную, тайную, секретную информацию третьим лицам. Мне кажется, это ключевой вопрос. Давайте теперь у них узнаем, насколько коллеги, что вы готовы отдавать функции DLP на аутсорсинг. Кого и какое ваше мнение, как на самом деле? Я, пожалуй, начну. Дело в том, что организация наша была создана в 2018 году в рамках исполнения федерального закона, и у нас вопрос даже, в принципе, не стоял. У нас стояли задачи, был ограниченный персонал, и, соответственно, мы сразу выбрали, скажем так, такую гибридную модель, когда мы вынуждены для реализации своих задач смотреть в сторону аутсорсинга. В принципе, я считаю, что нам это удалось довольно успешно. Конечно, стоит особое внимание выделять контрагенту, с которым работаешь, то есть кому ты отдаешь на аутсорс, что и организации инфраструктуры. То есть, да, я считаю неприемлемым отдавать всю чувствительную информацию контрагенту, который выполняет функции аутсорсера. Но если работники контрагента находятся во нашем внутреннем контуре, соответственно, оперируют информацией внутри, подчиняются всем требованиям заказчика и так далее, и в свою очередь у них выстроены внутренние все процедуры безопасности, то почему вы, собственно, и нет? Здесь уже, конечно, больше контроль лежит сторонней, по сути, организации для заказчика. То есть мы должны удостовериться в том, что процедуры выполняются на самом деле, что наша чувствительная информация, она не уходит за периметры нашего контура и не используется нам во вред. Ну, вот. Что уточнить, что я бы хотел здесь, какие дополнительные риски вы здесь изначально закладывали, когда, ну, вот, внедряли DLP по сервисной модели, да? То есть вы учитывали, что вот как раз там, не знаю, у нас встает риск, что эти данные смогут быть доступны подрядчику или куда-то там еще утечили, или что вы учитывали, какой контекст? Да, конечно, учитывали. Основные риски – это, соответственно, кадровые риски. Кадровые риски, причем не наши, а нашего контрагента. Естественно, мы в процессе взаимодействия постоянно просим, требуем, да, все кадровые изменения сообщать нам официально. При этом мы самостоятельно контролируем, скажем так, удаленный доступ нашего контрагента. Вот. И, ну, это несанкционированный съем информации. То есть там внешние носители, пересылка там и так далее. Это, мне кажется, вот основные риски. Вот именно массовой какой-либо возможной утечки – это, вот, да, два основных таких момента. Вот. Все остальное, в принципе, мне кажется, решаемо. Хорошо, спасибо. Руслан, тебе, по-моему, было что добавить здесь. И твой взгляд на эту проблему. DLP как сервис, на твой взгляд, востребован? Давай прокомментирую. Ну, смотри, с темой аутсорса DLP, наверное, я столкнулся первый раз в 2019 году, когда посетил iSoc. Меня привели в зал, там третья линия сидела, и отдельно показали, у нас там есть такой закуток в виде кабинета, туда доступ был по скуду. Сказали, вот там люди, которые занимаются аутсорсом DLP. Я говорю, а много у вас компаний? Ну, что-то, говорят, пять или шесть. Если будет дальше количество компаний развиваться, мы эту тему как бы будем развивать. Вот. Я говорю, а людей вы как-то проверяете вообще? Да, у нас там они полиграф проходят, ну, там такие более жесткие требования были к людям. Вот. Окей, ладно. Ну, наверное, кому-то это надо, да? Но на тот момент, в принципе, меня устраивала и покупная DLP, которая у нас есть. Что изменилось сейчас? Наверное, что-то изменилось. Изменилось отношение к рискам, я бы так сказал. Вот. Чтобы вот это отношение менялось как-то кардинально, то есть нужны, ну, какие-то резонансы в обществе. Вот у нас там ковид случился, например. Мы раньше там все относились к удаленке, да, как-то, особенно банки. То есть это что-то такое. Они всегда были такие консерваторы, да? Вот. Началась пандемия, удаленка стала нормальна. Вот. То есть какие-то вот такие казусы случаются, и мы пересматриваем риски. И, в принципе, наверное, вот сейчас тема аутсорса, она уже, ну, достаточно созрела, чтобы появлялись какие-то заказчики и этим пользовались. Ну, по поводу меня, опять же, готов ли я отдавать на аутсорс? Ну, смотрите, на аутсорс отдать можно все. Вот. Все, что есть, хоть все и Б. Но я буду нести, ну, или там банк мой будет нести там операционную ответственность за все риски. То есть соки там, да, вот на аутсорсе это хорошо, но ни один сок не несет финансовую ответственность. Вот сколько я не пытался как-то с ними на эту тему дискутировать, никто не несет финансовую ответственность за конечный инцидент, да. Это первая проблема. Вторая проблема, если, ну, есть условно какой-то там стандартный плейбук, там позвонить и разбудить администратора, там по какой-то проблеме там случился инцидент, да. То есть с одной стороны, если оператор там этого сока или оператор, не знаю, кто там будет мою там DLP или мой сервис аутсорсить, если он не позвонит, а у него в договоре написано, что позвонить надо, тогда он, получается, нарушит договор, а с другой стороны, если позвонят администратору там в 2 часа ночи, и, по сути, вопрос будет, ну, совершенно тривиальный, он просто так вот пошлет это, скажет, ну, не звоните, да. А если такое будет за ночь, там, 3 раза, 4 раза, получается, каждый отрабатывает, да, свой слэй. То есть оператор там на аутсорсе будет звонить, администратор или там мой какой-то сотрудник, он просто отключит телефон в конце и ляжет спать, просто ему это неинтересно. То есть вот здесь вот, ну, нужны какие-то, не знаю, какие-то консенсусы, да, вот как-то вот должен быть четкий слэй, какой-то договор и разделение ответственности. Просто сейчас вот то же самое, как мы говорили про SOC, про аутсорс, в принципе, то же самое это и DLP-система. Я вообще как бы разницы здесь не вижу, для меня инциденты и там инфраструктурные, DLP-шные инциденты, это инциденты. Вот надо именно прорабатывать, наверное, какую-то, может быть, законодательную часть, документированную часть, разделение ответственности, потому что вот что бы ни случилось, ответственность будет нести заказчик. Там аутсорсер скажет, ну, извини, вот как соком, да, я не несу финансовую ответственность. Скажи, ну вот к аутсорсингу в защите от DDoS, или там аутсорсингу WAV, и даже там аутсорсингу сетевой безопасности, уже как-то более-менее стали привыкать, и это как-то уже выглядит естественно. А к DLP все-таки есть, ну, какой-то пока, с моей точки зрения, опасение, или все-таки нет. То есть и для тебя отдать на аутсорсинг и DLP, это примерно то же самое, что там и штанте DDoS на аутсорсинг отдать. Слушай, ну, были такие опасения в этом направлении, ну, потому что это, ну, такие чувствительные данные организации, там, ну, все что угодно, может и персональные данные быть, какая-то и коммерческая тайна, вот, и банковская деятельность у нас, ну, мы банк, например, и есть понятие банковская тайна, и это просто все улетит в какое-то третье лицо, а у нас законодательство немножко такое, ну, размытое, у нас банковская тайна, она не может передаваться третьим лицам, если у организации нет банковской лицензии, да, вот. И вот здесь вот возникали такие вот нюансы и вопросы, наверное, вот именно с данными, которые попадают под DLP, но тем не менее есть же там фрод-системы, которые на аутсорсе, там вообще отдаются полные паны, там и, не знаю, там критичные данные карты тоже прогоняются, ну, понятно, что это все там как-то аккредитуется, там тем же там PCI-DSS, чтобы это все, ну, то есть, наверное, не знаю, если аутсорс, то, ну, какой-то, не знаю, орган, может быть, должен быть какой-то аттестационный, который вот как вот PCI-DSS пришел, проверил, что все нормально, процесс безопасный. Руслан, тогда или нет? Я прошу прощения, что перевиваю. Сейчас, наверное, я бы рассмотрел такую возможность. Скорее всего, ближе, да. Ну, хорошо. У нас Иван еще не высказался по вот этой вводной теме. Слышно? Да, добрый день еще раз. Я готовясь к этому, к этой встрече, посмотрел некоторые статейки от 2017 года, где в явном виде было написано, что аутсорсинг внутренних угроз строго нет. Сейчас прошло пять лет, и очередная попытка вендоров постучаться в гости к заказчикам с таким предложением, и вендор теперь более званный, долгожданный, наверное, гость. И есть обратная сторона, когда сами заказчики уже приходят к вендору и просят рассмотреть эти варианты. Поэтому я думаю, что время для аутсорсинга DLP наступило. Оно сейчас будет не массовое, и сейчас будет очень творческая задача правильно сформировать профиль информации и вид информации, который можно отдать на аутсорсинг, обрисовать все риски, в том числе гарантии ответственности от вендора перед заказчиком, чтобы минимизировать, опять же, затраты, минимизировать какие-то санкции в сторону заказчика. И чтобы вендор, интегратор гарантировал во имя своего бренда конфиденциальность, защиту своего заказчика, чтобы все было действительно безопасно. Хорошо, я хотел бы здесь что уточнить еще. Давайте вот мы тоже, чтобы зало было понятно, все-таки аутсорсинговая модель, она подразумевает определенные нюансы. Как ты правильно сказал, есть варианты, как это использовать. То есть, с моей точки зрения, у тебя DLP может быть полностью в облаке, например, где-то у провайдера, а может быть на стороне заказчика, и, соответственно, как бы люди сервисные извне от партнера, они уже у тебя работают с твоей системой, но которая физически находится у тебя, да? Вот мы сейчас о какой модели говорим, о какой истории, о первой или о второй? Мне кажется, что техническая реализация, она, опять же, каждому заказчику будет предоставлен выбор этой технической реализации. Если облако защищенное, если есть какие-то сертификаты безопасности, доверия и выполнены требования регуляторов, то почему не рассмотреть в облаке? Тем более, это освобождает заказчика от капексовых трат. В любом случае, это операционная модель, захотели, понравился, нет, там разошлись. То есть, опять же, с юридическими нюансами, когда закончился контракт, что делать дальше с той информацией, которую знают эти аутсорсеры. Второй же момент, это если ты разворачиваешься на своей инфраструктуре, поддерживаешь ее самостоятельно или делите пополам, или полностью делает это все интегратор. Тут важно, наверное, аутсорсинг от аутстаффинга потом различить. Здесь уже, наверное, смотреть на контрактные обязательства, на пожелания заказчика, потому что первоначально нужно выстраивать доверительную модель отношений, а, как известно, работа с чувствительной информацией редко подразумевает собой доверие сразу на старте. Поэтому здесь я не исключаю, что аутсорсинг, который запустится именно как аутсорсинг, может быть в конечном итоге часть кадров впитана как аутстаффинг, точнее впитана даже в штат заказчика. Поэтому это, ну, время покажет. Что очень хороший аутсорсинг, и, как правило, начинается с аутстаффинга, можно так сказать, наверное, да? Аня, как ты считаешь, вот тебе вопрос, что, может быть, как со-модератору, что адресуете, а все-таки практики много по этому вопросу. Да, смотрите, на самом деле вопрос действительно очень сложный, сложно на него ответить. Но, наверное, я начну тоже с, собственно, нашего тезиса. Наступило ли время для аутсорсинга? Ну, опять же, тоже Ваня уже эту тему, наверное, затронул. Мы очень четко видим в компании Ростелеком Солар после 24 февраля резкое нарастание, именно резкое, нарастание интереса к аутсорсингу. Вот если еще, например, 21 год таких запросов не было, и мы, собственно говоря, поставляли только систему, там с неким, каким-то определенным уровнем технической поддержки, о чем мы немножко сегодня тоже поговорим, то в феврале-марте прямо четкое, абсолютно зафиксированное пожелание заказчик готов купить систему, поддерживать некому. Поэтому, пожалуйста, рассчитайте сервис, полный сервис. Или где-то прямо слово аутсорсинг звучит, ну вот в буквальном смысле слова. И здесь, наверное, я бы пока отвечать не буду на вопрос, потому что, наверное, я в этом вопросе скорее более заинтересованное лицо, я пока свое мнение не буду прям уж совсем выдавать. Я бы хотела перейти к нашему второму тезису, это кадровый голод и что с ним делать. Хотелось бы услышать как раз коллег со стороны заказчиков, ощущают ли они этот кадровый голод, потому что все мы прекрасно понимаем, что вот тот самый отток специалистов за пределы Российской Федерации, он произошел, ну, большей частью, как многие знают, из сферы IT, а то есть из сферы информационной безопасности. Одно практически равно другому. Что поменялось, стало ли сложно, или наши заказчики, например, им так повезло, они на себе пока этого не почувствовали, и действительно им повезло в этом плане. Вот что в этом отношении поменялось, и как они с этим уже справляются, или как они планируют, наверное, с этим справляться. Вот, Денис, есть такая проблема, или у вас, слава богу, такой проблемы нет? Ну, скажу, что остро у нас эта проблема не стоит, опять же, потому что мы применяем такую вот модель более аутсорсинговую. Это проблема нашего контрагента. для нас это только, опять же, лишний контроль, вот, для того, чтобы понимать, кто работает с нашими данными. При этом, да, как вот говорили, то есть выстраивается доверительное отношение, мы смотрим на репутацию, мы смотрим на опыт работы. Если все это нас вполне устраивает, да, почему нет, если, как бы, исполнитель гарантирует, что, да, вот у нас есть SLA, есть определенные, там, нормы безопасности, в том числе для персонала, окей, я, допустим, верю, что вы подбираете хороший персонал, и спасибо, что вы с меня с меня эту головную боль. Вот, естественно, кадровый голод в целом, если его рассматривать, то это, ну, да, влияние наверняка окажет на все, наверное, организации, компании и со стороны исполнителей, и со стороны заказчика. Вот, но мы, как заказчик, ориентированы на аутсорс, пока этого сильно не заметили, скажем так. Спасибо. Руслан. Я бы немножко возразил на коллеге. Ну, смотрите, что такое кадры? Все-таки, то есть есть на рынке специалист, знающий готовый продукт, там, Solar Dazor или InfoWatch, это одно, да? Наверное, такие люди, они востребованы именно вот там в интеграторы, там, или в вендоры, ну, или вот компании, которые именно аутсорсом занимаются, там нужна более такая компетенция. Есть человек, ну, условно, со знанием какой-то DLP, он там когда-то с ними работал, это не обязательно тот продукт, который у меня есть, но, в принципе, DLP, они по одинаковому принципу построены, и он там быстро переучится, да? Есть, ну, просто какой-то айтишный человек, то есть я вижу, что он толковый, в принципе, он полгода позанимается, посидит на DLP, и там уровень, ну, условно, там L1, L2 он у меня перекроет, ну, а что-то более серьезное, на это у меня нет потребности. Опять же, я как заказчик, я банк, то есть я не держу там какие-то суперэкспертизы, просто я не замотивирую такого человека, он потом в дальнейшем уйдет. Вот, поэтому вот свою потребность, в принципе, на рынке закрыть можно. Это не обязательно должен быть человек со знанием конкретного продукта. Завтра продукт может другой, у нас ситуация сейчас меняется очень быстро в стране. Вот, поэтому более-менее такой нормальный айтишник, я бы даже сказал больше айтишник, потому что там специалист по информационной безопасности, это вот, ну, ну, это ни о чем сейчас, да? То есть этот специалист по информационной безопасности должен прийти в какую-то сферу, дальше он становится там каким-то джуниором и развивается уже, и после этого там, ну, как он получает уже какой-то класс там, джуниора, миддла, он начинает на рынке что-то стоить, да? То есть вот таких людей на рынке, ну, наверное, не имеет смысла искать, ну, по крайней мере, мне. То есть я могу просто взять айтишника, там полгода он у меня развивается, и он меня будет устраивать. Спасибо. А давайте тогда тоже у наших вендоров спросим, Владимир, ну, заказчики, вы с заказчиками со своими достаточно тесных отношениях, вот после 24 февраля не звонят, не жалуются, не рассказывают вот такие истории, что вот, ну, никого нету, начали внедрять там что-то… Люди ушли. А? Что люди ушли. Что люди ушли, что теперь делаем, ну, вот в целом, да? Есть такое или нет такого? Ну, нет, мы все-таки больше на интерпрайс нацелены, то есть компании с большим количеством рабочих мест, десятки тысяч, наверное, вот где-то так, поэтому и штаты, подразделения по информационной безопасности там тоже серьезные. Да, можно понять, если кто-то там по каким-то личным соображениям или там семейным обстоятельствам уехал за рубеж или пошел в другую компанию на большие деньги, но в целом, как бы, я не вижу такой ямы или что-то еще, что может спровоцировать там компании резко бросаться, искать аутсорсинг, DLP или других систем информационной безопасности. Нет, в целом все ровненько. Тут то, что вы говорите про 24 февраля, но тут может быть другая ситуация, как раз SMB, малый бизнес, и вот сейчас, когда им в Вязаловку, ну или рекомендовали набирать людей, и конкретно вот кто будет отвечать за информационную безопасность, да, это, наверное, поспособствует тому, что в целом ситуация на рынке, она так вот спрос увеличится, но в принципе он никогда, он и раньше не был, и вот по специальностям, связанным с информационной безопасностью, всегда был недостаток вот это, там можно спорить, сколько количество, там 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч человек, там сколько дополнительно потребуется, по-разному, но он был, дефицит был и раньше, сейчас может быть чуть больше будет, но опять же, это люди прежде всего для небольших компаний, для которых и аутсорсинг, наверное, будет выходом, если мы говорим о крупных компаниях, серьезном бизнесе, нет, наоборот, они все максимально стараются к себе пригрести, и поймите, опять же, вот эту ситуацию, когда у нас каждый день новости, да, один вендор ушел, другой вендор ушел, сейчас там отзовет лицензии, все что угодно может произойти, а если мы говорим об какой-то модели сервисной, просто переключается, выключается одним щелчком, и опять же, многие компании с этим столкнулись, кто-то по информационной безопасности, вы знаете, что на сайт First Point невозможно зайти, я не могу зайти, только через VPN, ну, то есть, реально компания просто развернулась и не вышла, убежала, громко хлопнув дверью, другие сервисы, айтишные сервисы, они просто в какой-то момент блокируют доступ к аккаунту, вот у нас у маркетологов была история, что популярный почтовый сервис просто в одну момент не смогли зайти, поэтому все базы, все шаблоны, что-то еще, они там где-то погибли, и это совершенно нормальная такая история, компании с этим сталкиваются, поэтому сейчас, особенно серьезные, большие заказчики не боятся, они все будут бояться этого ассорсинга, никто не пойдет, лучше у себя все развернуть локально, это надежно, это безопасно, пусть это будет очень дорого, потому что эти железки сейчас, очевидно, еще дороже стали, но лучше я сделаю себе еще один какой-то дата-центр, там разверну вторую копию, у меня вот все будет здесь, и вот эта ментальность, которая и раньше, в общем-то, была, особенно в информационной безопасности, что мы не готовы ничем делиться, мало ли кто что узнает, мало ли что случится, вот эти риски, они очень выросли, поэтому отдать кому-то, да, мы, конечно, все будем бить себя кулаком в грудь, что мы российские, никуда не денемся, но вот самые большие и сложные изменения это в головах людей, и поэтому у тех же безопасников из крупных компаний, я уверен, что они не поменяются, наоборот, эти страхи обострятся, поэтому все компании будут под себя подгребать. Да, я хотел бы тут чуть-чуть обострить, с моей точки зрения, что было бы логично, что если бы на самом деле что аутсорсинг, он был бы таким универсальным средством и решением проблемы кадрового голода, и плюс еще и проблемы железа, которые мы пока еще не пришли, но ее сюда же можно добавить, потому что с железом у многих уже проблемы, да, эта проблема будет усиливаться, а так на стороне заказчика ты вроде как делегируешь эти проблемы, да, ты говоришь, мне кадров искать не надо, и железо мне покупать и выискивать тоже не надо, пусть будет какой-то партнер, который это все будет делать. По железу решим, я разговаривал с людьми, которые занимаются поставками, они гарантировали, что железо будет, но опять же поймите, что по железу еще до 24 февраля мы все жили вот в этой реальности, уже новой, когда предзаказы на те железки, которые по-хорошему нужны, там чипы, ядропроцессорные, плюс сетевки какие-то, на год вперед нужно было заказать для того, чтобы их вовремя привезли. Сейчас ситуация еще обострилась, там сложнее, через третий стран нужно это поставлять, но поставки будут, поэтому за железо не стоит переживать. Цена, да, вверх, но в принципе весь товар останется. Александр. Я вот хочу, знаете, куда завернуть дискуссию, я вот могу сказать, а как вендоры со своей стороны, вот конкретно DLP-система, могут помочь этот кадровый голод преодолеть, в том числе для аутсорсинга. Значит, смотрите, вендор со своей стороны, предоставляя решение, которое будет требовать меньше квалификации, будет снижать требования квалификации использования, будет решение, которое будет иметь такие когнитивные функции, может быть, какие-то функции автоматизации, они обеспечат более быстрый старт, более быстрое обучение. Я вот, знаете, как вшивы Бани, так и я, короче, про искусственный интеллект, про автоматизацию, про технологию анализа. Чем умнее твоя DLP-система, чем меньше она требует сил, времени от человека, тем быстрее ей обучиться использовать и быстрее выращивать кадры. Не знаю, там, либо внутри свои какие-то, либо в рамках аутсорсинга. То есть, чем когнитивнее система, тем ее легче пользоваться. То есть она должна как бы разгрузить кадры. Поэтому кадровый голод вендоры тоже могут помочь преодолеть, делая свои системы легкими в плане использования, более интеллектуальными, снижающие общий уровень квалификации, требующие меньше времени для обслуживания, меньше людей. Вот такой рецепт. А вот ты, кстати, очень хорошую тему затронул, а вендоры с DLP вообще готовы к этой модели? Да, вот сами продукты, они готовы? Потому что, смотрите, здесь и ролевая модель должна быть, что очевидно, очень развита, и защищенность DLP, интегрированность. Спасибо, что спросили. И так далее. Да, ящик Пандоры открыл. Значит, смотри. Во-первых, да, вот хороший вопрос. Ролевая модель. Вот, знаете, на прошлой секции у меня было ощущение, что мы сели, прыгнули все в машину времени, на пять лет перенеслись. Если то и на десять. Такая ретро-вечеринка. Говорили с полным серьезом про ролевую модель, что вот это очень актуально. Давно это актуально, да? Это правильный вопрос. Разграничение. Когда ты можешь выделить, ну, давайте, конкретный сценарий. Когда ты можешь разбор тяжелых инцидентов оставить внутри компании, да, там, два-три аналитика, которые обладают бизнес-картиной, могут, например, даже вплоть до оценки ущерба. А более простые инциденты отдать на аутсорс. Вот это ролевая модель, это тонкое разграничение не только прав доступа в DLP-системе, но еще срезов событий, инцидентов в зависимости от его тяжести, от его содержания, да. Потом, опять же, интеграция. Вот важный аспект интеграции. С чем он там интегрировался? Сиема, не сиема, чтобы обеспечить там первую, вторую, там еще какую-то линию. Тоже технологический аспект, который вендор может предоставить, чтобы, и последний, я отстану, это возможность генерить политики, обучать DLP-систему автоматически. Это значит, что товарищ, который занимается обслуживанием вот этой инсталляции, у этого заказчика, у этого заказчика, у этого заказчика, будет тратить меньше времени, как его сорсер. Скормил пачку документов, все, политика готова. Вот, ну, если вот вкратце, то так. А раскрытие данных, вот это как-то можно регулировать? Что, допустим, чтобы специалисты на стороне видели инцидент, но не могли, допустим, открыть сам документ и извлечь из него данные. Да, это часть. Но смотри, к сожалению, вот ты говорил, когда затронул тему, тут есть одна проблема, это вообще для DLP. Почему DLP даже часто вот на весь энтузиазм не отдают на аутсорс? Потому что, когда ты смотришь, например, на DDoS-атаку, на какой-то результат, ну, там, ты работаешь со статистикой, ее нельзя переиспользовать. Ну, допустим, знает аутсорсер, что на этот сетевой узел произошла атака, да? Ну, как он эту статистику переиспользует, там, для своих, перепродаст ее? Ну, мало ли кому она интересна. А вот данные DLP, передавая на аутсорс, их можно переиспользовать в корыстных целях. Вот мне кажется, вот это такой вот, я сейчас грубо говорю, но мне кажется, это ключевой момент. Вот те аспекты, то есть попадая информация на аутсорс, если ее можно как-то переиспользовать, сразу риск и нежелание прибегать к аутсорсингу резко возрастает. Поэтому, даже если ты разграничишь как-то доступ, проблема будет в другом сейчас аспект, что, чтобы принять качественное решение по инциденту, недостаточно понимать, что это был Иванов, у него тут красный сигнал и потенциальная политика нарушена. Чтобы принять качественное решение, нужно все равно поковыряться в контекст, посмотреть подсветку, сделать правильные выводы. Потому что мы работаем с человеческим языком, с документами, с информацией. Одной из таких... Ты же можешь давать контекст и подсвечивать, скажем, тему, что это там чертеж. Но не показывать... Хорошо. Вот этот аспект... Тут согласен. Но все равно, понимаешь, это будет первая линия, а вторая линия должна уже детально разбирать инцидент. Нет, нет, это не падет. Вот такое же было. Опять же, это западные вендоры, когда они автоматически что-то блокируют, а что там было конкретно, ну, пойди разбери, не разберешь, потому что нет архива. Я знаю примеры аутсорсинга, ну, не аутсорсинга, скажем так, несколько линий, когда вот есть инцидент, он прям однозначный, да, то есть он там горит красными политиками и так далее. Мигает. Чего? Прям мигает. Мигает, да, так что дурно становится, когда смотришь на него. Вот, и, значит, первая линия может принять какое-то ключевое решение, либо сразу там заблокировать по нему, либо передать второй линии, пускай ковыряется. Есть другой пример, когда есть три уровня, да, первая, значит, первая линия просто разбирает инцидента, который она знает, второй уровень аналитики, который владеет бизнес-контекстом, они могут уже оценить, что с этим инцидентом делать, и третий уровень, ну, это вообще, это юрист, когда он уже разрабатывает меры устранения последствий этого инцидента, но такое, к сожалению, не часто встречается, не все компании вот так вкладываются в разделение вот этих линий. А это заказчик или аутсорс? Кто вот эти три уровня выстроил? Вот первый, первый это был аутсорсер, а второй заказчик. Давайте заказчик. Реально, если мы говорим сейчас об аутсорсинге, об упрощении, использовании систем, ну, блин, какие три уровня, вы что, ребята, там хорошо, если есть действительно один человек. Нет, почему, почему, я же говорю, что можно даже потенциально первый уровень отдать на аутсорс. Почему нам такую картину даже не представить гипотетически? Нет, это запросто. Наоборот, даже, Александр, мне вот другая ваша идея понравилась, в том, что нужно делать продукты проще. Ну, это не то, что идея, это, как это сказать, камни, на камне выдержит. Вы сделали отсылочку к прошлому треку, но я посмотрел по программке, вы были во втором треке, а вот в первом треке коллега как раз рассказывал про свой опыт замены одного ДЛП-вендора на другого. Другой ДЛП-вендор это Зикарион. А вот тот, который был первый, который забыли, как страшный сон, там были определенные нарекания по продукту и сложности его использования. Поэтому давайте делать проще. Давайте. Давайте оставим это за рамками дискуссии. Потом поделимся. Я бы хотел вот у Дениса и Ивана, и Руслана, да, что знать их мнение как раз по поводу зрелости и самих продуктов для именно сорсинговой модели, да, что может быть на самом деле они еще не очень-то готовы. Я чуть добавлю, да, ну смотрите, здесь можно пойти двумя путями. То есть, либо мы приводим все ДЛП, не знаю, к некой стандартизации, не знаю, какие-то звезды им даем, или какой-то, не знаю, аналог квадрата Гартнера какой-то делаем, там, или, не знаю, на уровне законодательства. Вот процессинги, карты, вот мы же как-то их передаем, опять же, вот, ну вот я уже упоминал эту тему, что там вот есть PCI DSS. Здесь тоже, если на уровне взаимодействия клиента, там, хранения данных, передачи критичных данных, там, что можно передавать, что не можно, что нужно маскировать, если вот эту вот тему как-то проработать, опять же, вопрос здесь, если это кому-то надо, да, а кому это надо, пока не знаем, да, то, наверное, можно вот наладить вот такой процесс, да, как вот коллега говорил, вот, это первый вариант, и второй вариант, это, ну, как бы все, все складывать на заказчика, то есть сделать такое жесткое разделение ответственности, и заказчик просто подписывается, что он дает именно данные в том виде, которые нужны системе, да, именно там первая линия, то есть он полностью там список, что можно давать, то есть что он должен давать, да, он под этим подписывается и соглашается, как бы, что он там в здравии согласии отдает это, потому что это нужно, да, ну, как-то вот два варианта. Спасибо, Денис. Ну, мы когда говорим о модели аутсорсинга, это же не значит, что мы вообще все отдали, и там горшочек вари, и забыли про него. Естественно, нет, да, разделение на три уровня, никто, кроме работника организации, лучше в процессах не разбирается, то есть, какой бы аналитик был, не был хороший, если у него нет опыта работы именно в организации, то он может не знать каких-то скрытых процессов, каких-то вот сиюминутных тем, которые влияют на расследование инцидента. Вот. И при этом же там заказчик может не обладать достаточной компетенцией для ведения, допустим, там, первой линии. Вот. Мы не говорим про вторую, третью, потому что мне кажется, что заказчик должен такой компетенцией обладать, чтобы не перекладывать совершенно все. Вот. И да, аутсорсинг это больше, ну, подсвечивание проблемы какой-то, какой-то возможной утечки, возможного инцидента для дальнейшего разбору. Соответственно, возможно, какие-то бизнес-процессы менять. Опять же, исполнитель может этого не знать, для него это может быть сложно и казаться, что а вам мы сейчас дадим рекомендации, вам надо поменять вот здесь и здесь, и все будет отлично. И на самом деле какой-то бизнес-процесс просто сломается. Вот. И для самого бизнеса это может быть критично. То есть, вот такой вот формат аутсорсинга, он не должен быть совсем все отдали и забыли. Вот. Что касается доступа, ну, опять же, мы обсуждали, это же про доверительное отношение, про проверку персонала и так далее. У нас в организации сложилось так, что я отвечаю за всю безопасность, в том числе кадровую, экономическую и так далее. То есть, мне в этом плане проще. Я осуществляю мероприятия и по проверке персонала, в том числе контрагентов. Вот. Я знаю, как это делать. Собственно, у меня есть весь инструментарий. В этом плане мне проще. Ну, собственно, да, вот так. Иван, я вот о чем подумал еще. А не упирается ли вот на уровне продукта, да, что проблема аутсорсинга с DLP на самом деле в специфику российского использования DLP, да, что ни для кого не секрет, что исторически у нас в большинстве компаний DLP используется как некий большой там архив трафика и всех событий, по которому значит, там отдельные специальные люди осуществляют поиск и выявляют уже постфактум, да, недобросовестных там каких-то значит, негодяев, там, инсайдеров, воров и так далее, да. А если бы это работало бы иначе, ну, так скажем, как по западному образцу, тогда бы аутсорсинг может быть, было бы более островым, потому что архив-то как раз на аутсорсинг отдавать, наверное, нет никакого смысла. Он там есть у тебя где-то внутри, да, но ты им как бы там что раз в неделю, раз в день там пользуешься, да, и тебе ничего не надо больше. Ну, к сожалению, да, есть такой опыт, что DLP в некоторых организациях это как дорогой архив почтовый с глубиной хранения там в пять и более лет. Сейчас, наверное, задача вендоров и те, кто хочет развить тему аутсорсинга DLP, убедить заказчика в том, чтобы перестроить его мышление на правильную сервисную модель, на правильные техники и методы использования самой DLP. Вряд ли кому-то интересно отдать DLP на аутсорсинг и раз там в какое-то время получать эти светофорчики о каких-то инцидентах, событиях, скажем так. Интересно под этим светофорчиком иметь уже готовую аналитику, чтобы принимать какие-то решения. И вот здесь начинается творческий, опять же, тестовый такой процесс, эволюционный, наверное, виток, когда заказчики, исходя из зрелости своих процессов, должны будут распределить совместно с интегратором, совместно с вендором, разделить процессы на уровне критичности, важности, что они готовы отдать. В процессах может быть, опять же, информация тоже разная. И уже смотреть, где аутсорсер сможет грамотно провести аналитику и предложить какие-то решения, правильно интегрироваться в модель бизнеса заказчика, потому что просто как болванчик присылать события, это вообще неинтересно, это невкусно. Вкусный DLP на аутсорсинг это классный сервис. Здесь нужно уже внедрять сервис-дизайн, все вот эти процессы. Кстати, сегодня 1 июня это день сервис-дизайна, поздравляю Аню, поздравляю всех причастных к сервисам, поэтому здесь нужно работать комплексно. DLP как сервис должен быть классным, удобным, и это касается как самого продукта, юзер-френдли интерфейс, попроще, так и касается процессов. Чем проще процесс, тем, соответственно, лучше. Понятное дело, что это будет очень долгий этап перестройки процессов, адаптации процессов, и каждый внедренный DLP как сервис, это не по шаблону, то есть здесь не будет типовых внедрений. Да, кстати, этот интересный аспект, у провайдера же должен быть какой-то единый подход ко всем клиентам, а ты говоришь о том, что это все-таки эта услуга, она такая чисто кастомизированная под конкретную компанию, да, что ты себя правильно понял. Само внедрение с точки зрения техники, оно будет более-менее стандартным уже, когда мы поймем, что можно отдать на облако, когда у нас там не возникнут проблемы с поставками железа, как Владимир сказал, мы с этим с этим понятный трек. Важно выстроить модель, и она тоже будет более-менее стандартизированная по требованиям, по каким-то критериям вкусности сервиса для бизнеса. Мы всегда стремимся к удобным каким-то вещам, и наша цель как вендоров, как интеграторов сделать такую модель, но она будет реализована только после того, как мы соберем, наверное, информацию от заказчиков, что они хотят конкретно, от аутсорсинга DLP. На базе этого уже тогда будет стандартизация. Понятное дело, что это, наверное, в горизонте одного-двух лет, это не к концу года. Спасибо. Можно я добавлю? Здесь просто надо четко еще разграничить, а что вообще такое аутсорсинг DLP. Потому что, ну, условно, там есть он-премис решения, есть инфраструктура как сервис, ну, там всякие колокации, мы не будем, да, уходить. Есть платформа как сервис, есть софт как сервис, есть услуга. Вот аутсорсинг именно DLP, это услуга, да, если это будет провайдер предоставлять, вот, наверное, аутсорсинг услуги, он будет востребован, то есть мы полностью отдаем все, закрываем риски, там, какие-то линии поддержки. если нам предоставляют просто софт в облаке, но это не аутсорсинг DLP, нам просто дают DLP, которая в облаке, и мы ее контролируем и обслуживаем, да, то есть вот как-то надо тему с аутсорсингом здесь, может быть, уточнять и правильно ее донести, вот, ну, там, первую линию я бы, наверное, не отдавал бы вообще на аутсорсинг, потому что все-таки это, ну, какие-то там первоначальные эти маячки, которые, эти уведомления, и что самое в этом непонятное, а как потом вот считать вот систему оплаты, вот я должен за что платить, за инциденты или за эти уведомления, то есть их могут сыпать сколько угодно, или я за трафик плачу, вот, как вот строится биллинг вот этого всего, тоже непонятно. Ну, да, кстати, хороший вопрос, кто сможет про биллинг, про стриценизирование DLP на аутсорсинге ответить. Мне кажется, тут круче, чем Аня, никто не ответит на этот вопрос. Лишь бы не раскрыть коммерческую тайну. Ну, смотрите, здесь подходов, конечно, может быть очень много, и все-таки, чтобы хоть какой-то договор подписать, хоть в каком-то виде, нужно выбрать, ну, какой-то все-таки определенный формат, наверное, определиться. Самый простой способ, я такой встречала, например, среди тоже вендоров в том числе, за рабочее место, то есть обслуживание рабочего места. Ну, так же, как и, собственно, лицензируется сама система, то есть сам программный комплекс, например, да, что здесь подразумевает, что такое рабочее место? Это значит, что анализ, ну, всей, видимо, активности, которая будет генериться, возникать с определенной рабочей станции, или там равно с определенного пользователя. и, соответственно, аутсорсер подписывается под тем, что все, что будет возникать, по сути, в системе, да, со всех пользователей, не со всех пользователей, с того количества, которое будет облачено, должно быть проанализировано. А действительно, что такое проанализировано? Чем это вообще должно, в принципе, заканчиваться? то есть, какую информацию должен получить у нас заказчик в итоге? Просто действительно уведомление, что что-то произошло. Информацию проанализированную, как минимум, которая ответит на вопрос, не что произошло, а насколько плохо то, что произошло, как минимум, какая-то будет корреляция с реестром сведений конфиденциального характера, назовем его так, который, безусловно, должен существовать в компании. Будет проанализирована сама персона, указано, сколько он уже нарушал, какой у него там сформирован цифровой портрет, а может быть, он рецидивист, и, скорее всего, так это бывает в применении к DLP. То есть, что именно должно быть на выходе? Здесь, наверное, есть еще другой вариант. Это где-то вот что-то такое, модель сока, потому что, по сути, DLP-сервис это тот же сок, только он своим центром, своим ядром содержит DLP-систему. И мы говорим о внутренних угрозах, внутренних инцидентах, внутри периметра. Это, по сути, наверное, какое-то количество информации проанализированной, которая будет оплачена, какой-то, соответственно, трафик, который тоже должен каким-то образом, так скажем, оплачиваться. Я могу честно сказать о том подходе, который применялся у нас, когда нам поставили задачу сформировать цены образования аутсорсинговых услуг, а посмотреть было некуда. Абсолютно. То есть, никаких не best practice, не просто practice, вообще никаких не существовало. И мы посчитали, ну, скажем, достаточно честно, ну, судя по тому, какие цифры в итоге для заказчиков получились, мы посчитали время аналитиков, то есть их трудозатраты, сколько им потребуется для вот анализа такого-то трафика. В зависимости от используемой системы, состава модулей, действительно, то есть, какие каналы перехвата, информации будет, сколько пользователей, которых мы должны проанализировать. И мы просто фактически, по сути, по модели аутстаффинга, скорее всего, посчитали, и, соответственно, эту цену мы уже выдавали в заказчика. Она получилась более адекватной, имеется в виду по цифрам, чем если бы мы попросили с него как раз исходя из стоимости одного рабочего места. Потому что там цифры получались совершенно колоссальные, совершенно другие, на порядок больше. И мы посчитали, что, по сути, мы продаем аутстаффинг. То есть, это и есть аутстаффинг. Действительно, разница только в том, что либо мы предоставляем услугу с инфраструктурой, где мы говорим, или заказчик говорит, нет железа, я все возьму, но у меня железа нет, поэтому заберите все. Я не хочу с этим связываться, с этим железом, ждать его с подменой, с резервным копированием, вообще не хочу. Мы понимаем, сколько проблем несет в себе поддержка железа еще отдельно, инфраструктуры. И разница только в этом. Потому что, действительно, если мы подключаемся к системе, которая находится внутри у заказчика физически, и мы не имеем к этому никакого управления, то, по сути, это аутстаффинг. В чистом виде. Мы просто сопровождаем систему, которая находится полностью в юрисдикции заказчика. И, наверное, в этом плане мы должны именно такой подход, ну, может быть, не должны, но, тем не менее, мы имеем право применить подход оценки некого количества трудозатрат, которые мы понесем на тот или иной трафик. Поначалу, когда мы это внедрили, ну, это было не то, чтобы пальцем в небо, ну, где-то мы пристреливались. Но спустя достаточно серьезное количество лет мы поняли, что на самом деле это справедливо, и погрешность там, ну, не такая уж и большая, да, потому что заказчики приходили с разным объемом, с разными системами, с разным составом, с разной глубиной хранения, да, со всеми возможными критериями. И, по сути, мы не ошиблись в своих математических расчетах, которые вот на тот момент получается, ну, так экспертно, так скажем, провели, просто чтобы проверить свою же собственную гипотезу. вот, наверное, могу так ответить. Здесь еще, мне кажется, важный и краеугольный вопрос, чья экспертиза, да, на самом деле здесь используется, кто составляет там все эти политики, там, обнаружения, да, и реагирования на рециденты, кто, вот, не знаю, что обучит DLP-систему, что обнаруживает в конечном итоге там утечку, типы конфиденциальных данных и так далее, это кто должен делать? Здесь тоже два подхода, и, наверное, можно его условно разделить, один подход более характерный для компаний государственного сектора, потому что от них я именно слышал такое мнение, второй все-таки для коммерческих. Государственный сектор чаще всего из того, что я слышал, говорит, ну, вы нашу специфику не понимаете, мы все федеральные там органы исполнительной власти, мы все разные, например, или ведомства, вы не сможете нам сформировать как бы кастомизированную, индивидуализированную политику, потому что вы наши специфики не знаете, она у нас очень специфическая. Хорошо. Коммерческие компании, да, и в том числе вот Enterprise, о котором тоже мы говорили, вот порадовалась я, например, что там бюджеты не порезали и с железом проблем нет, и мотивирует людей, что они оттуда не уходят, это здорово. Там, соответственно, ну, ситуация другая, они говорят, мы хотим от вас получить какой-то вот best practice, то есть вы приносите систему, вы ее внедряете, вы ее собираетесь поддерживать, сами сформируйте политики, мы предоставим любые образцы документов, пожалуйста, опросите весь штат наших коллег, да, они расскажут вам, какие у нас активы есть информационные, что нужно защищать, сами все сформируйте, мы ничего не знаем. Вообще не наша работа, у нас очень много работы. Как мне кажется, ну, может быть, это мое предположение, субъективное, что это связано все-таки с неким уровнем зрелости, действительно, потому что коммерческие компании, это тоже не секрет, там, например, банковский сектор, но он один из первых, который вообще начал говорить об информационной безопасности, да, и у нас там уже очень много лет, больше, чем каких-то других, еще проводятся именно мероприятия по банковской информационной безопасности, да, есть такое, замечательный такой орган, как Финсерт, центрального банка, да, есть понятие госсобка там же, да, это, скажем так, все-таки заказчики с высоким, с одной стороны, уровнем зрелости, а с другой стороны, с большим количеством задач, которые у них есть, и там действительно им не до этого, они бы все могли сами сделать, и могли бы политику эту сформировать, но нет времени, они говорят, мы заплатим, все делайте сами, да, вот, ну максимум это вот действительно размещение на их собственном железе и работа в режиме аутстаффинга. Государственные компании, наверное, ну больше в этом плане закрытые, как мне кажется, да, не скажу, что незрелые, это не совсем будет корректно, но более закрытые, которые, на которых, наверное, больше давляет ответственность, потому что, скажем так, накосячить в государственной компании или в коммерческой, ну все-таки, наверное, психологически мы понимаем, что разница-то есть, да, и в государственной, скажем, взять ответственность там за кого-то, поручиться, ну, наверное, сложнее, и по сути, даже это прослеживается в покрытии системами DLP, а в государственном секторе, где значительно меньше это покрытие до сих пор, мы сейчас даже не про аутсорсинг говорим, мы по сути про использование систем как таковых говорим, и в коммерции, где, ну, наверное, процентов уже на 80, а то и больше, и в интерпрайзе, и в среднем бизнесе, там, в малом где-то бизнесе, покрытие системами DLP значительно более высокое, вот, наверное, наверное, так. Коллеги, а может быть, вот у меня сейчас такая мысль уже по ходу нашей дискуссии возникла, а может быть, эта модель, что вот сорвисингом для DLP, она тормозится из-за того, что на самом деле заказчики к этому не до конца как бы готовы именно по уровню зрелости даже? или нет? Ну, наверное, я тоже могу начать здесь, коллеги нам, может быть, со мной не согласятся. С моей точки зрения, да. Я видела очень четкий пример, очень такую прям жесткую зависимость от уровня зрелости, где компания зрелая, почему зрелая, вот что здесь вкладывается? Она понимает риски, может их оценить, действительно, может их оценить, и, соответственно, принимает этот риск, по сути, да, риск аутсорсинга. Да, хорошо, мы понимаем, вот давайте в договоре напишем вот то-то, то-то, то-то и все, там пропишем нужную финансовую ответственность и прочее. Действительно, и такие компании говорят, ну, например, ритейлового сектора, мы готовы отдать на аутсорсинг, да, мы отдаем на аутсорсинг и успешно им пользуемся, и эта модель для нас, ну, наиболее, так скажем, удовлетворительная. Поэтому, наверное, она есть, эта зависимость, и она вот сохраняется, потому что зрелость, это равно знание, это опыт, ты уже понимаешь, вот, что ничего в этом страшного нет, это можно использовать, просто нужно юридически правильно к этому подойти и так далее, да, если ты не знаешь, то ты боишься и, по сути, отвергаешь просто на уровне, ну, там, тебя я давно знаю, этого кота я первый раз вижу, да, ну, ну, не хочу, не знаю, не буду брать на себя такую ответственность. Мне кажется, вот как-то так. Да, еще вопрос ответственности самого провайдера, потому что, когда мы говорим об аутсорсинге eBay, это, мне кажется, самая прям первая проблема и вопрос, который созвучивается, чем вы отвечать, что будете, как вы будете отвечать, в данном случае, за факт, как бы, утечки у нас, например, базы клиентов, да, мы же вам аутсорсим, ну, как бы, у нас и бизнес под угрозой, да, будет от того, что, допустим, ипотечные клиенты от нас уйдут, да, все, а вот вы, как аутсорсинговая компания, вы, в данном случае, нам как это компенсируете? И мне кажется, ответить тут что-то тяжело будет. Владимир, вот ты, кстати, как тут прокомментируешь? Может быть, дело-то, на самом деле, именно в этом, вопрос ответственности невозможно прописать? Вроде мы уже об этом обсуждали, что действительно провайдеры, они в большинстве своем не несут какой-то явной ответственности, ну, или в том объеме, что удовлетворило бы заказчиков. То есть нет такой фантазии, что вот у меня сейчас что-то, если произойдет какой-то инцидент, то мне там отвалят кучу денег. Нет, это немножко другое, это страховка рисков, тогда нужно идти в страховую, и, в принципе, есть такой новый продукт относительно новый, особенно для российского рынка, страхование киберисков. Там сам черт ногу сломит. Вот это, наверное, та история, когда в случае сомнения мы начинаем обращаться за каким-то возмещением именно к страховой компании. Но, вот я не знаю, опять же, мы озвучивали эту историю, что, в принципе, провайдеры по DLP, он не несет какой-то явной ответственности. Вот как-то так. Ну вот, мне кажется, в этом проблема. Руслан, для тебя, что это критично? Ну да, это проблема, потому что, если я пользуюсь именно DLP как услуга, то, наверное, я хочу получить взамен какой-то сервис. есть какие-то люди, профессионалы, которые возьмут в работу события, доведут там его по всем стадиям, то есть, если это инцидент, обработают, ну, там, уведомят меня, не знаю, предотвратят что-то. Вот. Но если я, допустим, случается инцидент, и организация несет финансовые потери, они могут быть разные, вот кто за это должен отвечать? Опять же, с точки зрения провайдера. Да, у вас, Денис, может быть, подсветит, как у вас это было в компании, как вы эти риски оценивали, принимали, в конечном итоге и разграничивали с провайдером? Ну, смотрите, я, во-первых, согласен с Роспланом, что аутсорсинг, DLP, это не просто возьмите у нас в аренду железо, возьмите ПО, да, это то, о чем мы говорили, это некая компетенция организации, зрелая организация, которая обеспечивает информационную безопасность. Вот. Но при этом это не значит, что эта организация такая умная, разумная, будет самостоятельно реализовывать политику информационной безопасности в вашей родной организации, грубо говоря. Да, если говорить о настройках, политиках и так далее, то, ну, да, я согласен, что это должен делать провайдер под чутким контролем офицера безопасности. Вот. То есть, это должна быть некая совместная синергия, работа там и так далее. Что касается рисков, ну, да, естественно, мы тут говорим о том, что компания должна быть какая-то уважаемая, иметь собственную там историю, скажем так, бренд там и так далее, но при этом должны оформляться юридические документы, то есть договор должен предусматривать, разграничивать зону ответственности, это обязательно, потому что пока инцидент не случился, все хорошо. Как только случается инцидент, да, должен быть кто-то виноватый. Вот. И весь этот процесс, вся эта процедура должна быть описана, закреплена документально в договоре. Если заказчик собственно несет какие-то убытки при реализации рисков и виноват в этом провайдер, то да, провайдер, извини, ты, несмотря на всю твою репутацию, ты облажался, ты должен компенсировать, возместить, и возместить это не просто так, а в соответствии с договором. то есть естественно договорные отношения это тоже значительная часть взаимодействия, которое в том числе влияет и на безопасность организации. А реально добиться с провайдером, чтобы в договоре появился вот этот пункт про финансовую ответственность прямо как бы четко, да, в каком-то виде, что если случается инцидент и причина находится в твоей зоне ответственности, то из тебя там, я не знаю, миллионный штраф или что-то еще такое, да, именно в деньгах. Ну, появление этого пункта в договоре, скажем так, не невозможно, то есть это вполне реально, ну, на нашем кейсе, да. Вопрос суммы компенсации, да, то есть никто не согласится прописывать какую-то определенную сумму за инцидент. то есть должно быть четко с юридической точки зрения прописано процедура определения ущерба, вот, и, соответственно, его компенсация, то есть если произошел какой-то инцидент, риск реализовался, у заказчика образовался некий ущерб в связи с этим, то да, он оценивается и предъявляется уже претензии, ну это уже так в гражданско-правовом характере. Ну да, то может так получиться вот как раз на кейсе с ипотечными клиентами, что текла база ипотечников, а провайдер такой говорит, ну да, это, я виноват, но вот тебе месяц бесплатно еще, да, мы тебе эту систему там как бонусный месяц мы тебе добавим, извини, друг, как бы бывает, да, то есть может быть как бы такая, здесь можно туда тоже добавлю, ну смотрите, здесь на самом деле такой очень скользкий момент, это и по-хорошему, конечно, нужна какая-то третья сторона, там, финансово не заинтересованная, ну либо ее нет, тогда надо идти в суд, просто вот инцидент, опять же, это не инцидент, связанный именно с DLP, а инцидент, связанный с тем, что провайдер там не смог его обработать и, например, у компании, ну не знаю, утекла там банковская база, да, то есть это вот какие-то финансовые потери, репутационные, понятно, что, ну там завтра, да, она где-нибудь оказалась в Darknet еще, вообще будет супер, вот, понятно, что там мы вам бесплатно там продлим на месяц, на полгода наши услуги, ну, наверное, это заказчика не будет устраивать, опять же, почему она утекла, потому что ваш там инженер там или специалист по DLP не настроил там соответствующие политики, хотя там в банке, например, у нас по политикам там, не знаю, слив там через USB на флешку, баз запрещен, да, либо это, ну я не знаю, это может быть какой-то там администратор IT-банка там пытался что-то установить, какую-нибудь программу, не понял, что это за такое, какой-то, ну, какой-то процесс, просто убил агента или выключил его, там, не знаю, пошел, солил базу, то есть ситуации очень много, и вот, чтобы это расследовать, вот чья это вина, то, что здесь с одной стороны и банк, ну, или банком заказчик, пострадавший, он будет как бы на свою сторону клонить, да, всегда ситуацию, и провайдер тоже, он будет, он тоже не хочет платить там лишние деньги, и поэтому, я не знаю, здесь вот нужна какая-то компетенция в виде третьей стороны, наверное. Страховая компания как раз здесь может выступить в роли вот этой именно третьей стороны, страховать эти киберриски, и, соответственно, она потом будет во всех этих тонкостях разбираться, ну, как я себе, да, что вижу решение такой, такой проблемы. Так здорово идет дискуссия, у нас остается мало времени, мне бы все-таки хотелось, ну, наверное, мы все вопросы так или иначе обсудили, то есть как-то у нас так получилось не по хронологии, но тем не менее в правильную сторону все шло. Мне бы хотелось спросить коллег-вендоров, насколько часто, если что-то изменилось, или в принципе всегда была такая тенденция, при, допустим, покупке, то есть когда еще только прорабатывается закупка системы, тот формат техподдержки, который обсуждается, или последующие запросы говорят о том, что нужна все-таки не техподдержка в чистом смысле, да, как вот поддержка работоспособности, своевременное обновление, например, то есть, ну, внешнего контура DLP-системы, или, так скажем, ее серверной части, а именно работа внутри, работа с политиками, работа с событиями, может быть, настройка, аудит-системы, вот есть ли какая-то статистика, может быть, до или после, или, ну, до или после, имеется в виду 24 февраля, или она всегда была одинаковая, и какая, собственно, она была, вот, Вань, давай, наверное, с тебя начнем. Да, начну. Изначально, когда внедряется DLP, особенно в крупных корпорациях, в которых есть некий запас прочности по людям, DLP внедряется с прицелом, что у них будет вендорская поддержка, они сами со всем разберутся, и все будет здорово. И все на старте так и происходит. А в какой-то момент меняются, там, роли у некоторых сотрудников, меняется персонал, меняется, может быть, не знаю, вектор развития компании, какие-то фокусы. И начинаются такие точечные запросы на проведение, обучение новых людей, на пересмотр политик, на какую-то адаптацию. Поэтому сейчас, да, наверное, на второй год использования чаще всего у заказчиков, которые уже используют наше решение, они приходят с зарасширенной поддержкой, зарасширенной аналитической поддержкой, зарасширенной просто технической поддержкой, инженерной. Соответственно, все равно проще, наверное, и правильнее отдать какие-то вопросы специалистам, экспертам, нежели разбираться самому. Наша задача при пилоте или уже, когда мы внедряемся, сразу доказать и обосновать заказчикам, что правильнее это от аналитического сопровождения, от расширенного инженерного сопровождения не отказываться, потому что разовые кейсы решать можно пару раз точно для того, чтобы сохранить клиентаориентированность, для того, чтобы сохранить доверительные отношения, но в дальнейшем все равно это дополнительные затраты для заказчика. Соответственно, сейчас этих запросов стало больше. Я не скажу, что это после 24 февраля им настало, я скажу, что, наверное, с начала года их стало больше. И за последние пару месяцев удалось понаблюдать, что стало больше запросов на обучение. На обучение инженерное, аналитическое. Возможно, это связано с тем, что как раз произошел отток кадров, приходят новые люди на роль офицеров к безопасности, и у них нет тех знаний, которые нужны для выполнения функций по поддержке DLP. Соответственно, развивается и это направление. Спасибо. Владимир. Верно, да. Вот коллега отметил, что аппетит растет во время еды, когда уже попользовались, там на второй год, или там в процессе установки все ожидали, что будет просто, да, как у Зикурена оказалось, немножко по-другому. Но важно не путать две вещи. Первое, это услуги по настройке установки консультации, может быть, да, по использованию DLP и аутсорсинг. Это две большие разницы. И не стоит, опять же, навязывать клиентам, заказчикам, особенно маленьким компаниям, вот эти постоянные подписки. Я понимаю, что с точки зрения вендора, да или партнера, кого угодно, посадить его на постоянную какую-то денежку, то это выгоднее. Но заказчику, если мы говорим об интересах заказчика, ему обычно все-таки точечно. Первый раз, когда он увидит перед собой вот эти многочисленные экраны, консоли, что-то еще, не умеет, не знает, где переключиться, где найти кнопку, да, поддержку позвоночника, где эта кнопка, да, я слышал про нее на вебинаре. Но когда мы показали, обучили, это все-таки разовый кейс, и пользователь уже сам работает. Александр? Ну, раз это не аутсорсинг, будем называть это прото-аутсорсинг, да, который оказывает вендор. Вот из нашего опыта, смотрите, помимо, вот тут хорошее прозвучало, техническое сопровождение, это развертывание, решение сложных кейсов, какие-то по масштабированию, отказоустойчивые, бывают особенные требования заказчика, и вендоры непосредственно участвуют в решении этих вопросов. Потом обучение также было, у нас есть там, учебный центр. у нас еще есть такая штука, как, например, свой отдел лингвистики, который вот непосредственно сидит и пилит для подзаказчика, учитывая все его там экзотические кейсы, да, тоже заказывают эти работы, плюс там, ну, про аналитику уже сказали. Это, понимаете, получается, да, это не аутсорсинг, я тут согласен с предыдущим оратором, но это все равно часть работ и часть работ выполняется периодически и как бы третьим, можно сказать, лицом, да, это некий аутсорсинг, все равно, это какая-то форма, да, которую оказывает вендор, потому что заказчик, ну, нет у него штата компьютерных лингвистов, да, нет у него там, допустим, опять же, в штате юристов, которые подготовят правильную бумажную безопасность, как у нас есть, а подразделения инфо-консалтинг, который изучает специфику заказчика и выдает ему сразу под ключ пакет документов, ему ничего делать не нужно, да, и это нужно делать, естественно, бумажная безопасность, это не пилюля, которую один раз выдали и забыли, да, меняются регламенты, процедуры, усиливаются какие-то вещи, да, поэтому, ну, да, вот в такой форме вендор участвует в, как сказать, в развитии эксплуатации DLP-системы заказчика. Я, наверное, еще добавлю, что если система внедрена у заказчика, то было бы здорово со стороны вендора развить там, селф-сервис некий, простой для пользования, те же частые вопросы, база знаний, какая-нибудь интерактивная. это, 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 как это сказать, это, ну, must have, что ли? Это must have, но, есть вопросики, да, в любом случае, не часто у нас увидишь эти базы знаний, какие-то интерактивные и интересные для использования, и легкие в использовании, мы же привыкли, мы хотим, чтобы у нас все было по одной кнопке. Я вот про нас могу сказать, у нас есть тренажер, такой, как вот летчики летают, да, и там у них, значит, имитация полета, у нас есть тренажер для ловли инцидентов, и они в учебном центре перед получением сертификата о том, что они действительно опытные пользователи трафик-монитор должны пройти тест на тренажере, даже такое бывает. Окей, если я там через полгода забыл что-то там, и мне нужно посмотреть, у меня доступ в этот тренажер всегда есть? Конечно. Это здорово. Это классный сервис уже. Да, у нас есть, смотрите, у нас учебный центр, он и такими вещами занимается, и взращивает молодежь, чтобы там на этом самом, сказать, готовит кадры заранее, про кадровый голос, кстати, участвует в образовательных программах, в университетах и так далее. Поэтому мы с этим вопросом прям очень плотно работаем. И это правильно, я думаю, каждый вендор с этим вопросом плотно работает. Я к тому, что это такой эволюционный процесс, где всегда есть, как улучшить. Кайдзен здесь тоже работает, наверное, в полный рост, как и везде. Коллеги, ну, большое спасибо. Мне кажется, мы рассмотрели, может быть, не все заявленных вопросов, но все важные аспекты аутсорсинга. Я, наверное, в заключении приведу статистику. Собственно, наш пиар-отдел сказал, что она будет опубликована. Мы делали опрос, недавно задавали вопрос, готовы ли вы отдать на аутсорсинг, при каком условии, в каком формате. И, так скажем, мы подобные опросы до этого не проводили, но я знаю, в принципе, о такой, скажем, определенной концепции, да, и результатах опросов прошлых лет, и там практически был по нулям. Ну, там, наверное, была погрешность, имеется в виду положительное значение тех, кто готов вообще, в принципе, отдавать на аутсорсинг. Результаты этого года мне разрешили озвучить, но они будут у нас опубликованы. В среднем 30% пользователей от 100% готовы отдавать на аутсорсинг. И здесь вопрос, 30 это много или мало? Ну, наверное, от 100% выглядит это всегда маленькой цифрой, как будто больше 50% мы, да, психологически воспринимаем, что это больше. Но с точки зрения аутсорсинга, именно аутсорсинга DLP 30, это много. Почему? Потому что бендоры тоже не дадут соврать, коллеги, интеграторы, да, скажут, что вырастить и содержать такое количество аналитиков, инженеров, которые будут способны обработать огромные там объемы заказчиков, будь то средний бизнес или крупный бизнес даже, ну просто невозможно. Мы не будем успевать выращивать кадры, если даже мы заключим договоры со всеми вузами и не только по информационной безопасности, а там по еще каким-то смежным дисциплинам, по специальностям, мы просто не будем успевать. И даже этих 30% нам хватит, ну, наверное, как мне кажется, с лихвой. Это, безусловно, момент позитивный, ну, естественно, понятно, что секрет, я уже не открою, мое отношение к аутсорсингу положительное, просто потому, что я 10 лет им занималась. И, ну, это мне не казалось, я действительно его осуществляла, именно аутсорсинг DLP, поэтому, конечно, он имеет право на существование и не должен носить массовый характер. Кому-то он не подойдет. И здесь действительно нужно оценивать риски и смотреть для своей компании. Нет? Ну, значит, нет. Но, наверное, к этому можно прийти, можно поменять позицию, могут обстоятельства и реальности компании тоже поменяться, в том числе. Поэтому мне кажется, что об этом нужно думать и вендорам тоже об этом думать, потому что действительно, ну, скажем, пожеланий на расширенную поддержку, на поддержку аналитическую становится все-таки больше, как минимум. Ну, по крайней мере, эти запросы никуда не исчезают. И можно совершенно здесь спокойно рассматривать разные виды аутсорсинга, гибридную модель, как мы уже говорили, и, наверное, над этим работать. Мы, как вендор, ну, совершенно точно об этом думаем, задумываемся и очень хотим тоже реализовать. Спасибо большое, коллеги. Очень рада была с вами провести время. Это прям… Очень мне понравилась наша дискуссия. 30% – это прям очень много, да, я здесь, наверное, может быть, менее оптимистичен, да, то есть я ожидал, конечно, гораздо меньшего при таком опросе. Мне кажется, я сейчас как бы думал, что в качестве с некого итога мне показалось немножко странным, мы, может быть, не обсудили здесь эти вопросы, но мы немножко зациклились на понимании в DLP и функциональности DLP, вот такой, как оно было там когда-то, много лет назад, да, то есть когда все крутится вокруг утечек, и действительно в каком-то виде это сейчас неплохо аутсорсится, да, мы сейчас об этом поговорили, но вот тот же форум, на котором мы сейчас находимся, называется DLP+, и действительно за этим стоит на самом деле очень большой смысл, что DLP это уже там давно не только защита от утечек, это там много всего другого, и контроль эффективности сотрудников, контроль рабочего времени, профилирование, там оценка лояльности, много всего еще, и мне кажется, что вот на самом деле эти плюсовые функции практически на данный момент нереально заутсорсить, вот мне так сейчас показалось, и показательно, что об этом никто не сказал, да, потому что действительно это такая экспертиза, которая, как правило, остается в компании, да, и только руководители конкретных подразделений, они могут это настроить, могут что ценить с эффективностью пользу от таких функций, вот мне так кажется, да, на самом деле вопросов здесь, конечно, остается что очень много, но мне кажется, мы очень интересно поговорили, коллеги, большое вам спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, и позвольте еще маленькое замечание по поводу 30%, я вижу, что смутило Илью, смутило меня, но рискну предположить, что речь идет о 30%, которые в основном составляет SMB, если мы возьмем по интерпризу, там где-нибудь может быть 5-10 будет, да, или даже поменьше, а вот мелкие как раз составляют это от общего количества. Возможно, но мы посмотрим уже в опубликованном отчете, наверное, сможем об этом подискутировать. Спасибо еще раз всем, всем всего доброго. Очень сильно еще зависит, мне кажется, от профиля и бэкграунда тех людей, которых мы опрашивали. Конечно. Да, потому что, если это, так скажем, бывшие силовики, которые как раз на базе сидят, то они, наверное, как правило, ответят нам ничего не надо. Не за что. Да, не за что. Так и есть. да, это молодые айтишники, бывшие, которые переквалифицировались в ИБ, они скажут, мы готовы, да, вот мне кажется, так тоже. Да, так и есть. Спасибо, спасибо еще раз. Всем приятного вечера. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин